Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сидел со своими сподвижниками, и к ним подошел бедуин. Сподвижники радовались, когда бедуины задавали вопросы посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, поскольку они не стеснялись задавать ему те вопросы, которые сподвижники бы постеснялись спросить. Этот бедуин сказал пророку, саллиллаху, алейхиссалям, «Научи меня благому». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, взял его руку и сказал, «Говори, Субханаллах, вальхамду лиллях, ва ла иляха илля Аллаху, в Аллаху Акбар». Обратите внимание на это действие пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда разговариваешь с человеком и хочешь, чтобы твои слова дошли до него, то прикосновение рукой его плеча или рук способствует этому. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не просто сказал «говори это и это», он сначала взял его руку, затем этот бедуин ушел, позже вернулся и вновь спросил «О посланник Аллаха, Субханаллах и вальхамду лиллях и ва ла иляха илля Аллаху, в Аллаху Акбар». Это для Аллаха, а для меня что? На что пророк, саллиллаху алейхиссалям, ответил «Когда ты говоришь Субханаллах, Аллах говорит, ты сказал правду». Когда ты говоришь Альхамду лиллях, Аллах говорит, ты сказал правду. Когда ты говоришь ла иляха илля Аллах, Аллах говорит, ты сказал правду. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, Аллах говорит, ты сказал правду А когда ты говоришь Аллаху Махфирли, О Аллах, прости меня Аллах говорит, я уже сделал это Когда ты говоришь Аллаху Мархамни, О Аллах, смилуйся надо мной Аллах говорит, я уже сделал это Когда ты говоришь Аллаху Марзукни, О Аллах, даруй мне средства к существованию Аллах говорит, я уже сделал это Бедуин сосчитал на пальцах до семи, а затем удалился Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Самые любимые слова для Всевышнего Аллаха – это «Субханаллахи, вальхамду лилляхи, ва ля илля Аллаху, в Аллаху, Акбар». И произносить эти слова я люблю больше, чем все то, над чем восходит солнце. Для того, кто скажет «Субханаллах» сто раз до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем сто жертвоприношений. Для того, кто сто раз скажет «Альхамду лиллях» до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем сто оседланных лошадей на пути Аллаха. Для того, кто сто раз скажет «Аллаху Акбар» до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем освободить сто рабов. А кто скажет «Ла илляха илля Аллаху, вахтару ла шарика ла, ла хуль мулку, ва ла хуль хамду, ва хуа аля кулли шай ин кудир» сто раз до восхода солнца и перед его закатом, то в день воскрешения не явится ни один человек с делами лучше, чем он, кроме того, кто произнесет эти слова столько же, сколько он или больше. Затем вы говорите «О, Аллах, прости меня!» Аллах отвечает «Я уже сделал это!» Вы говорите «О, Аллах, смилуйся надо мной и надели меня пропитанием!» И Аллах уже это сделал. Эти четыре слова «Субханаллахи вальхамду лилляхи» «Валла илляха илляллаху валлаху акбар» от силы займут 10 секунд. И под риском многие понимают только материальное богатство. Но ваша возможность совершать намаз или слушать эту лекцию – уже ваш риск. Вернувшись домой и увидеть своих близких и родных, которые вас ждут – уже риск. Иметь возможность читать Коран и учить хоть один аят – это риск. Все очень просто. Субханаллахи вальхамду лилляхи вула илляха илляллаху валлаху акбар. Аллахум махбирли, Аллахум мархамни, Аллахум марзукни. Да позволит Аллах нам всем постоянствовать напоминание Аллаха и займет нас только халалем. Аминь.